МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Вообще, есть такая поговорка, когда нечего сказать, или трудно что-то сказать, надо говорить правду. Так легче. Вот я постараюсь это сделать. Ну, я хочу с вами, во-первых, познакомиться. Значит, я Потапов Александр Сергеевич. Родился до войны в 41-м году. Вот. Отец у меня военный, летчик, потом инженер. И вообще вся семья военная была. И все мои дяди, все они офицеры, генералы. И я так и мыслил свою жизнь. И в детстве, провожая колонны пленных, я играл в военных. Я поступил в результате в Суворовское училище. Я, так сказать, понял, что такое армия. Армия вообще, это великая вещь. Я понял это в детстве. Та армия. Потому что несколько молодых людей, если они любят и уважают командира, это огромная сила, это огромное, огромное счастье вообще. Огромное счастье вот так в компании быть. Быть, что-то делать. Ну вот, после этого я поступил в Академию Жуковского. Я должен был быть офицером. Ну, пришло такое время, когда я понял, что что-то мне армия уже... Я устал от нее. Я устал подчиняться, устал какие-то вещи делать. И я понял, что надо куда-то найти себе тихое место жизни, чтобы вставать часов в одиннадцать. Правда, как-то надо так устроиться в этой жизни. Ну, а куда легче всего? Ну, конечно, мне сказали, ты что? Конечно, надо поступать в театральный, что-нибудь такое, тем более ты такой. А у меня был особый, значит, вы сейчас увидите, особый дар. Я с детства заикался. Так страшно. Ну, я быстро как-то подстроился, этим пользовался. Все отлично. Это мне не мешало в учебе, но как бы останавливало. Потом я подумал, вообще мне так нравился, Гамлет. Вот что такое Гамлет? Гамлет. Принц датский. Может быть, когда-то я его сыграю. Ну, вот я решил пойти в театральное училище. Мой старший брат тоже не пошел по военной части. Отец специально был крупным военным уже чиновником в генеральской должности. И он говорил, вот ты закончишь академию, станешь военным атташе, и все, теплая, волосатая рука твоего отца тебе поможет, Саша. Так устроена жизнь. Ну, вот как устроена жизнь, молодежь идет своим путем. Я ушел, конечно. Стал поступать в театральное училище. Поступил я сразу. Но, правда, на последнем туре, на последнем туре я так растерялся. А я уже ушел из-за академии. Отец меня выгнал из дома из-за этого. Я жил уже в общежитии. Я так растерялся, что не мог сказать от заикания ни одного слова. Ну, все посмеялись и сказали, ну, ладно, бог с ним. Вот так я поступил в театральное училище имени Щепкина. У меня педагоги были, великие актеры малого театра. Это Царев, Ильинский, Жаров, Леонид Андреевич Волков, Зубов, Пашенная. Великие люди. Мой первый, я вам расскажу, мой первый так называемый такой урок какой-то жизни театральный. Будучи студентом третьего курса, я бежал в малом театре. Там мы стучали в копыта. Знаете, еще не было этих электро... всяких чудес. Гром это был такой, лист жести. Вот мы этим занимались. Я бежал, пел песню. И вдруг в Ермоловском фойе вижу, сидит Михаил Иванович Царев, сидит Турченинова, сидит Яблочкина и Пашенная. А я громко кричу, и вдруг я вижу вот такие глаза трех женщин, возмущенных тем, что этот мальчик так орет. И вообще... Ну вдруг Михаил Иванович Царев, директор театра, у него болела спина. Так он вот так вот встал. Ну я думал, он сейчас на меня крикнет, затопает ногами. А он сказал, здравствуйте. Я вдруг понял, что мы коллеги. И он мне просто дает понять, что надо вести себя достойно. Вот вы себе не представляете, какое это чувство. Какое это чувство. Вот, понимаете, я понял, что такое культура взаимоотношений, тогда еще. И у нас в театре это было. И было, и слава богу, еще есть. Эти старики, они учили нас даже выпивать спиртное. Надо уметь это делать. Вот я вам могу рассказать уже анекдот, скажем. На гастролях ночью. На гастролях ночью, молодой человек, ну что делать? Мы пошли куда-то, хорошо выпили, расстались. Я иду так по коридору, и вдруг меня за плечо трогает человек. Оборачиваюсь, директор театра, часа два ночи, Михаил Иванович, Царев, и говорит, ну вы все пьете, да? Вместо того, чтобы работать. А я вот сижу, один. Он говорит, и мне скучно. А ну позови наших. Он говорит, каких наших? Я не был в таких с ним отношениях, чтобы наших звать. Но я позвал своих друзей, Васильева, Соломина, Вавилова, Кононова. Понимаете? Мы пришли, он так ногой выдвинул ящик книга и сказал, только в меру, кто как может, выпиваем, а сейчас я буду читать стихи. Боже, как он читал стихи, я вам скажу. Он, конечно, сам получал огромное удовольствие, и мы тоже. И мы забыли про все, рассвет, уже все. Потом он ногой этот ящик задвинул, сказал, теперь спать, у вас утренний спектакль. Ну, естественно, мы пришли, я жил с Виталием Соломиным в одном номере, он играл главную роль в пьесе «Твой дядя Миша», я играл его там, товарища. Мы как вот упали, так и уснули. И нас уже так толкают, говорят, вы что, обалдели? Через полчаса начало спектакля. Вы что? И мы, естественно, бежим, бежим в театр. А у подъезда стоит Михаил Иванович в белом костюме, совершенно прекрасным лицом. Ничего он нам не сказал, просто посмотрел на нас. После спектакля он нас вызвал и сказал, надо пить уметь. Меня учили. Меня учили еще даже гусары в старое время. Они пили шампанское. Так мы делали так, он говорит, пьешь сколько можешь, а потом два пальца и молока, молока, молока. Понимаете, это надо уметь делать. Один раз ошибешься, два, меру свою поймешь. Значит, я закончил театральное училище, и меня пригласил сразу на четвертом курсе к себе Любимов на Таганку. Значит, ну, Любимов, да, Любимов. Но пообщавшись там полгода, участвуя там в ряде спектаклей, будучи еще студентом последнего курса, я понял, что нет, этот театр не по мне. Не потому, что там нет шикарных диванов и нет ковров, но там нет какой-то вот культуры, производства. И я пошел в Малый театр, благо меня туда взяли. И вот там уже почти 50 лет я в нем работаю. 50 лет. Спасибо. 50 лет я очень много видел. Много видел, много знаю, и могу многое рассказать и отдать, и научить. Потому что если мы потеряем нашу театральную школу, великую, понимаете, а к этому дело идет, потому что у нас ломается в жизни сейчас очень много, то мы просто очень многое потеряем в нашей культуре, в наших взаимоотношениях, в нашем мироощущении и восприятии. Вот, я сыграл кучу ролей всяких. Я распределился очень правильно, потому что нас так учили. Надо бежать на длинную дистанцию. Не надо быть первым. Не надо быть первым сразу. Я лет 10 я ходил в массовках. И вот постепенно, постепенно, постепенно я стал играть роли. Сейчас я, ну, не постесняюсь, так сказать, ведущий артист, потому что я играю такие роли, как городничий в ревизоре. Понимаете? Ну, скажем, это роль, самая большая роль в мире по тексту. Самая огромная роль это 4 часа беспрерывного текста. И не рад, что напоил. Антошенька, что? Ну, что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда. А как и не быть правдой. Подгулявший человек все несет наружу, что на сердце, то и на языке. Нет, конечно, прелгнул немного. Ну, да не прелгнувший не говорится никакая речь. С министром не играет. Его дворец есть. Так вот, право. Чем больше думаешь, черт его знает. Не знаешь, что и делается в голове. Просто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить. Не знаю. Ну, что сказать еще. Я преподаю. Я стал преподавать только последние годы, последние 12 лет, потому что был просто занят собою очень. Очень был занят собою, своей семьей, тем другим. И как-то у меня не было такой потребности. Но вдруг Виталий Соломин, мой сокурсник и друг, он, значит, меня пригласил. Он вел курс в Авгике. Пригласил меня. Я с трудом согласился. Ну, что их учить? Господи, кого учить? Ну, как это я учить? Ну, это оказалось любопытная вещь. Но произошло несчастье. Виталий умер. И я остался, в общем, на этом курсе как бы, ну, за главного. Так вышло. Совершенно не имея никакого опыта. Но я многое понял. И вот уже я пришел в Щепкинское училище, где есть традиции, где есть наши актеры, где, в общем, можно это делать. Можно отдать людям то, что ты умеешь. Можно научить их к ремеслу. Вот это самое главное. Потому что все говорят талант-талант. Талант это дело для меня, вот я считаю, ну, может быть, даже третье или пятое в нашей профессии. Главное уметь что-то делать, уметь дружить, уметь прилично относиться к людям, потому что ты никого в своей профессии не обманешь. Никого. Вот в нашей профессии обмануть нельзя, потому что вы сидите здесь и тоже кое-что видите, понимаете. И так мотаете себе на вуз. Ну, этот парень сейчас интересничает, этот говорит, мол, я дед, дед такой, а этот, может быть, говорит и правду. И, понимаете, если есть доверие, вера, то рождается тогда и все. потому что если вы мне поверите в какой-то роли, то дальше вы мною будете захвачены. И не только мною, а всем ходом спектакля. Ну, что же, какие мои планы в жизни? Планы уже так много лет, что планов я не строю. Потому что в моей жизни тоже произошли такие моменты, когда мне казалось, как всем нам, что все впереди, и у меня все в порядке. Мне было 37 лет, и я поехал, это было еще в Советском Союзе, в Америку, сняться в Голливуде. Вот мне так повезло, я был один из первых, сняться в главной роли в американском фильме. Вот так приехали сюда американцы и выбрали меня, боже мой! Ну, наверное, выбрали, потому что я очень дешево стоил. Я потом так думал, понимаете, потому что какие-то великие актеры потребовали чего-то, я не требовал ничего, я был просто счастлив. И поехав туда, я думал, ну вот теперь весь мир у меня в кармане, все, я самый главный буду артист, а не все. И вот в этот момент меня разбил инфаркт, вы знаете, это вот как в жизни, это абсолютно точно, причем инфаркт упал с неба, вот упал с неба и все, вот он меня как наказал за то, что я, ну, как бы пересилил себя, понимаете, я тогда много снимался, у меня было четыре фильма, но я решил на английском языке в Америке, это было очень трудно, я был одинок, вот как-то, и я вдруг понял, что надо остановиться, я вдруг понял, что я не лидер, что я хорош в команде, не надо быть первым, не надо, станешь первым, слава богу, но стараться быть не надо, вот это моя точка зрения, это мое кредо, и надо, ну, как вам сказать, не то, что жить там по совести, это все какие-то общие слова, но надо отдавать людям то, что имеешь, и брать от них то, что можно, это и есть жизнь, это и есть, в общем, самое прекрасное. Пациент Сергеевич, как вас приняло старшее поколение малого театра, и расскажите, пожалуйста, свой первый день, месяц, год работы с великими. С великими, вы знаете, это даже, я могу сказать, конечно, первый год, но было, что здорово, что сразу же после первого спектакля, после той маленькой, положим, какой-то ролики, которую мне дали, ко мне подошли старики и сказали, вот это здорово, вот это плохо, вот это, 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 ну, а теперь в метрополь с тебя стоит, я говорю, у меня нет денег, они говорят, ничего, мы сами заплатим, это традиция, понимаете, и главное, как вам сказать, главное, это, конечно, внимание, главное, главное, что они позволяли учиться у себя, они были очень разные, все великие, потому что все были личности, Владимир Владимирович Кенигсон, такой огромный артист, он любил себя очень, он говорил, как будем играть, будем играть очень просто, я в центре, вы по бокам, кто-то говорил, Саша, ты вот увидь, услышь и подействуй, и будь в тени, тебя увидит, если это на самом деле, на сцене все видно, понимаете, и целый год, я считаю, это очень здорово, я просто входил в этот круг, и меня приняли туда, и мне стало легко с этими товарищами, с этими стариками, мне стало легко, да, я играл в начале массовки, знаешь, что такое массовка, массовка в театре, это ты приходишь, и стоишь, и смотришь, как играют другие, и смотришь, и смотришь, смотришь год, смотришь два, и понимаешь, что уходят годы, другие люди становятся кем-то, правда, тут тебя могут пригласить в кино, или что-то, куда-то, сам ты должен подсуетиться, но все равно, это дает очень много, но постепенно, мне стали давать роли с ними, они со мной репетировали, вот как сказать, они учили и учились сами, я уверен, понимаете, в театре у нас, да, конечно, тоже есть лидеры, есть первачи, по-русски сказано, конечно, они определяют и зрительский интерес, и сам ход спектакля, его мысли, его идеи, но при той звездности, наша школа о том, что мы вместе, о том, что играй сам, и дай играть другому, понимаете, и это обязательно, тогда и я выиграю. Нет уж, барин, ты что хочешь говорить, о чести не трожь, я судиться буду, это как так у меня, чести нет, да про меня спроси на столе, все тебе тоже скажут, мало тебе, я сам про себя скажу, что я честный человек, уж насчет там чего другого, я не хвалюсь, а насчет чести, я тебе вот что скажу, барин, я не человек, я правила. Ступай. Чего ступай? Довольно, пошел вон. Чего довольно? Нет, ты погоди, а хочешь, барин, я сейчас тебя одним словом убью. Меня? Тебя. Видал ты это? Что такое? Может, твоя тетушка сама забыла, ну да бог с ней, ты ей веришь. Бери, бери на свою совесть, бери сколько хочешь, я не препятствую, бери. На. И это бери, все бери, я ничего не пожалею. Петрушка, снимай сапоги. Отдай сам. Кто? Кто-то сам. Вот я какой человек, вы в поминание меня запишите. Руку. Еще руку. Руку. Ах, руку. Вот давно бы так. Вот я какой человек. Ну что еще в театре было любопытного? Понимаете, для меня и интересного. Ну, интересное было, конечно, сразу. Вот как вам сказать, что такое дисциплина? Меня пригласили в кино на второй год работы в театре. Тодоровский. Такой был фильм «Верность». Снимали мы в Одессе Галя Польских, Четверяков, Володя Левдуров, Евсегнеев. Такой был фильм. Я, значит, естественно, стал сниматься. Все. Так вышло, я опоздал на самолет, потому что надо было сниматься. Ну, вы успеете, мне говорили. Я в это поверил, но я опоздал. В результате премьеру, премьерный спектакль сыграл мою роль режиссер. Мне объявили строжайший выговор. Жуткий совершенно. Говорили, как на премьеру вы, мальчишка, в Малом театре не прилетаете? Это не моя вина, говорил я ему. Говорит, это нас не касается. Вы обязаны быть здесь. Ну, я так расстроился, что не пришел на второй. Я так расстроился, даже, может, немножко и запил так с друзьями. Понимаете? Да не обращай ты внимания, Саша, Господи. Перебьются они. Ну, ты видишь, я второй раз уже. Мне придется из этого театра уйти, а я его люблю. Ничего, ничего. Вот и так вышло, что я не пришел на третий подряд. А до этого меня ругали, ругали крепко и даже матерно. ругали в режиссерском управлении, ругали режиссеры. В общем, и я уже понял, что я все, я из этого театра уйду, потому что, значит, я тут не смогу работать. И я так боком вошел, утречком, и пошел сразу в отдел кадров, чтобы взять свою книжку, чтобы не встречаться ни с кем. Потому что было очень неудобно. И вдруг меня так за плечо останавливает завтруппы и говорит, вас ждет Михаил Иванович Царев, директор театра, немедленно пойдите к нему. Я понял, что это будет. Я понял, что мне скажут все и очень заслуженно три раза подряд не явиться на премьеру. Да что же это такое? Вот я вошел в кабинет, это тоже вот потрясающе, это наш театр. Царев что-то пишет, кабинет огромный, ковер трофейный, немецкий, вот такой, в нем ноги утопают, идти трудно. Царев что-то пишет, он посмотрел на меня, подошел, внимательно посмотрел и говорит, знаешь что, я тебе даю неделю отпуска, соберись силами, вообще возьми себя в руки, но если еще раз такое произойдет, значит мы с тобой даже на эту тему разговаривать не будем. Боже мой, я понял, что он понял меня, что это я не специально, это у меня так вышло, это потому, что вот так вот бывает в жизни. Вот я даю вам слово, с тех пор, черт, вот на протяжении 50 лет, ну были наверное мелкие какие-то вещи, но проколов таких у меня в жизни не было, вот никто бы меня лучше вот этой доброты не научил бы, понимаете, это великая наша школа. Вот приблизительно так прошел мой первый год, вообще, потом, потом были, конечно, большие трудности, потому что менялись все режиссеры, но слава богу, у нас в театр приходили новые, свежие режиссеры, как Леонид Ефимович Кейфиц, как Борис Андреевич Бабочкин, Львов Анохин, понимаете, это абсолютно разные люди, но школа была одна, школа была одна. Борис Андреевич Бабочкин учил нас просто, понимаете, с голосом. Он говорил, вот делай так, но я не понимаю, почему. Он говорит, ты сделай, попробуй, вот попробуй сделать, потом, может быть, поймешь, потому что объяснить бывает очень трудно, на чего-то. Надо сделать, понимаете. А режиссура Хефиц, например, была абсолютно иная. Режиссура была такая, вот сядь, расслабься, захочется тебе что-то сказать, говори, не захочется, не говори все. Вот мы так репетировали. Ну, а сам-то ты на какой ступени? Терпение, сеньор, в этом-то вся загвоздка через эти три я давно прошел. Я способный, я быстро скакал все выше и выше, и всюду мне было тесно. Вчера вечером я отличился на третьей ступени, а вот сегодня завалился на четвертой. И что же это за ступень? Мы рисковый народ и достаем свою жертву хоть из-под земли. Страх нам неведом из первого удара. Разим так, что второго не потребуется, скажу вам по секрету, сеньор. Нас даже прозвали подручными дьявола. Захочет дьявол жрать. Бегнуть не успеет, как мы несем ему с пылу жару кровавое жаркое. Ну, и грешник же ты. Пробы негде ставить. А вот что такое театр? Вот как я понял. Вы знаете, это простая вещь. Что такое театр? У нас вообще очень громко и публика такая, она так громко кричит в зале, у нас все гременные радиофицированы. она так кричит, у-у-у-у, вот так вот такой гул стоит, как на вокзале. Почему, я не могу сказать. Ну, люди, вот так они общаются, кричат, вот, значит, свет постепенно гаснет. Замолкают люди, так тихо там, как-то, ну ты, б-б-б-б, вот оно замолкает. И вот темнота. Это тебя мобилизует уже. Хочешь ты того или нет, ты уже ждешь чего-то. Вот открывается занавес. Ну, скажем, за занавесом темно. И вдруг где-то в уголке какой-то огонек. И ты вот сидя в кресле со своими проблемами, хочешь ты того или нет, так устроит театр. Ты говоришь, что за огонек еще какой-то? Огонек. И ты уже немножечко за ним следишь. А если он еще дает силуэт, скажем, женщины в каком-то красивом костюме, ты уже смотришь, уже у тебя работает какая-то фантазия. Вот этот огонек двинулся, еще один огонек появился. Силуэт, ну, условно скажем, мужчины. Вот они. И ты уже смотришь на них. Ну да, они стоят вместе. Но она ему чего-то шепчет. Вот чего она ему шепчет, вот вы уже сядете вот так. Уверяю вас, если это грамотно сделано, вы уже сядете вот так. Чего она ему шепчет? Потом выйдет еще кто-то. И если вот это грамотно продолжать, просто грамотно, по науке, поверьте мне, вы не оторветесь от этого действия. или наоборот. Вот я часто и сейчас вижу, и у нас есть такие спектакли классические, где, ну, дети покупают билеты, да, им надо смотреть классику. Это катастрофа. Они минут десять смотрят, потом начинается, потом уже не выдерживает какой-нибудь артист, выходит на первый план и говорит, ну, ведите себя прилично в театре. Понимаете, вы в театре находитесь и так далее. Понимаете, это значит все очень плохо. Это значит они... А вот у нас, скажем, спектакль «Ревизор», он идет четыре часа. Четыре часа, вот вы представьте себе, раньше, правда, спектакли шли шесть-семь часов. Там пьесы Стринберга, такие огромные пьесы, там, по четыре-пять антрактов. Вот у нас на спектакле «Ревизор» детей как будто нету. Больше того, люди уходят отдохнув. Вот что это, вот что это такое, вот что за чудо такое? Ну, думала ли ты что-нибудь об этом? Экой богатой приз канальцев. Ну, признайся, ответ. Ну, не надо, нам тоже. Тебе и во сне не виделось. Просто из какой-нибудь городничей. И вдруг фу ты, канальство. Каких дьяволов поразнило. Она тоже. Ну, совсем нет. Я всегда это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек и никогда не видел порядочных людей. я за матушка порядочный человек. Однако, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы теперь с тобой птицы сделались, а? Анна Андреевна, высокого полета. Черт побери. Ну, постой же. Ну, теперь я задам перцу всем антимохотникам продавать просьбу и донос. Эй, кто там? А, слушай, это Иван Карпович. Призови-ка, брат, сюда купцов. Вот я и в канале. Так жаловаться на меня. Ишь ты, проклятый юдейский народ. Ну, постойте ж, голубчики, прежде я вас кормил до усов только. Теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бичелом на меня и вот этих больше всего. Писак! Писак, который закручивали им просьбу. Да объяви всем, чтоб знали, что вот, дескать, какую честь Бог послал городнейшему, что выдает дочку свою. Не то, чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете не было. Вот мы играем ревизора, и я поражаюсь одному, как не меняется, наша жизнь. Мы вот, например, поняли такую вещь. Удивительно. Ведь можно, скажем, к городничему отнестись, да, как у нас относятся все. Это сволочь, чиновник, грабитель, жлоб, подлец, негодяй. Негодяй. Больше другого слова нет. А ведь если взглянуть вот просто вот на ту ситуацию, которая есть в пьесе, это нормальные живые люди, это мы с вами, но поставленные поставленные в эти обстоятельства. И как бы каждый из нас себя вел, очень даже неизвестно. Обстоятельства очень движут нами. И вот эта группа людей сидит, вот она прямо, вот я ее вижу вот в каждом маленьком городе или в большом, и говорит, ребята, мы все зависим друг от друга. Нам надо, нам надо спасаться и что-то делать. И они делают по мере возможностей. Понимаете, изо всех своих сил. И ты видишь, вот играя эту роль, я вижу. Боже мой, я не завидую. Я завидую, конечно, машинам, как нормальный, здоровый человек, квартирам, там, что люди ездят куда-то там в Доминиканскую республику отдыхать. Конечно, мне тоже этого хочется. Но клянусь вам, смотря какой ценой, я не завидую этим чиновникам, потому что они настолько зависимы, они настолько несчастны, потому что если ты зависим, от тебя обязательно вытрут ноги, и ты утрешься, и чтобы спастись, вытришь ноги от другого. Это закон зимовки. Понимаете, вот такой, это закон нашей жизни. Если ты пошел в это, и вот Гоголь, не то, что угадал это, он просто написал то, что есть. Если просто прочесть Гоголя так, то оказывается, что городничий, вот, понимаете, над ним можно плакать, потому что это несчастный человек. Во-первых, он обманулся, он проиграл, а потом больше, он прожил жизнь, работал, и полный прокол. Это ужасно. Я уверен, вот, понимаете, что в последнем акте люди должны плакать. Плакать над его судьбой, потому что он человек, он несчастный человек. Старый дурак вырежет глупый парад из ума. Ни один купец, ни подрядчик не мог провести мошенников над мошенниками, обманул, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы оборовать поддевал на уду трех губернаторов. Обманул. Да что губернаторов? Так нечего и говорить про губернаторов. Антошинка. Смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий. Дурака. Дурака ему, старому подлецу. Разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь посмешищем, найдется щелкопер, бумага мараков, комедию тебе вставит, вот что обидно. Чина звания не пощадит. И будут все скалить зубы и бить в ладоши. Почему смеетесь? Над собою смеетесь, эх, вы. Я вот смотрел ревизоров, ну, я не знаю, штук восемь сейчас в Москве. Боже мой, боже мой, в одном спектакле известный актер, киноактер, там, играет в кожаном пиджачке и в джинсах, почему-то, понимаете, он пихает саблей в зад другому артисту, понимаете, ну, или, или целый ряд актеров, потому что прекрасный текст абсолютно, как музыка, прекрасный текст, целый ряд актеров, по ряду причин не знают своего текста и говорят от себя что-то. И получается, черт знает что. И смотреть на это, я не понимаю, что они делают. Ну, я понимаю, что они играют плохих людей и учат вас, что это люди плохие, понимаете, их надо ненавидеть. Вот понять, что это люди плохие и не делать тоже, только можно понять, только им сопереживая. Александр Сергеевич, скажите, какая похвала в ваш адрес от зрителя была самая неожиданная, может быть, для вас? Вы знаете, вообще, вот с популярностью это очень сложно. Вот, бывают несколько стадий популярности их. Меня, например, узнают в лице и говорят, о, точно артист. Артист, я даже знаю, я даже знаю. как твоя фамилия? Понимаете, а некоторые говорят Потапов и так далее, кто был в театре. Вот, например, снимаясь в Америке, я увидел удивительную вещь. Вот увидел удивительную. Они отличаются от нас, эти зрители. Они видят актера, для них это, черт знает, чудо-юдо, понимаете? Они, вот женщины, там так себя ведут. Они видят актера, они так говорят и, по-моему, теряют голову сразу. Понимаете? Потому что это что-то, это что-то, это просто его все знают. Это, о, боже мой! Понимаете, это, зритель ведь тоже же разный. Понимаете, есть люди, которые ходят, интересуются. А я считаю, вообще, для культурного человека, живя в Москве, скажем, не ходить раз в месяц или раз в полгода в театр, ей-богу грех, поверьте мне. Вот берешь студентов, Боже, вы даже себе не представляете, насколько же они отличаются от нас, вот от моего, они не знают ничего. Я не говорю, что они не знают Игоря Владимировича Ильинского, что они не знают даже Мирона. Да, Нира они знают. Понимаете? А особенно они знают руководителей, да, музыкальных групп, это все, вот это, вот это, они не знают ничего. И вообще у них странное понятие. Тут студентку 4 года тому назад, я просто ее прошу, давай я сделаю так, я просто посмотрю на твою реакцию, я ударю по столу, а ты неожиданно, а ты просто отреагируй, как у тебя захочется. вот я нашел такой момент, я грохнул по столу, что она сделала? Она сделала вау! Понимаете, вот у ней в мозгах сидит, что пугаться надо так, вот так она видела по телевидению. И вот к нам приходят вот такие люди, их много, сейчас конкурс, кстати говоря, в театр огромный, я тоже спрашиваю у очень-очень многих, почему вы идете в театральное училище. Конечно, огромное большинство лукавит, но в принципе все идут за славой, за легкой жизнью, за удачей, только бы попасть, а там мы посмотрим, мы устроимся, понимаете? Это вот большая ошибка, большая. А зачем таких студентов вообще чему-то учить? Вы понимаете в чем дело? Вот как только правильно ориентировать этих людей и показать им что-то интересное, вы не представляете, как быстро молодежь учится. Поразительно! Как она меняется. И это наша надежда, это единственная наша возможность изменить нашу жизнь. Я уверен. Поэтому я не буду критиковать там наше правительство или время, но чем мы больше займемся образованием и культурой, тем более наша страна будет ну хотя бы нечто из себя представлять. Чем кино отличается от театра? К сожалению, конечно. Я был такой же, как Вау, только по-своему в свое время такой был мальчик из семьи военного, где были только самолеты, самолеты, служба и так далее, и так далее. Но там были определенные вещи, понимаете, там была определенная гордость. Я помню, когда я получил государственную премию, отец к ней отнесся так. Ну, это несерьезно, Саша. Это несерьезно. И орден твой, это несерьезно. Вот если бы ты получил за победу над врагом, вот как это трудно. Понимаете, это вот такое отношение. Значит, диплом такой, актер театра и кино, но даже во ВГИКе, вот преподавая, я не понимаю, почему так называется. Учить кино, надо учить кино, потому что работать в кинематографе гораздо, гораздо менее интересно и гораздо более трудно. Мне интересно, потому что ты должен быть готов в определенный момент быть свободным, искренним. ты должен очень много работать сам, ты должен себя поддерживать, скажем, вот съемка идет целый день, а снимают минут 10, пока она готовится, пока она что-то. Ты должен себя в этом состоянии поддерживать. Это мучительная вещь, это мучительно, каждый находит свой собственный путь. Понимаете, скажем, у американцев всегда открытый буфет, там всегда виски, водка, все, и многие этим пользуются, они нормально себя чувствуют. Как ты хочешь. Хочешь так, хочешь так, уйдите, не трогайте меня, но ты должен в определенное время быть готов. Вот это очень трудно. Там, правда, есть один плюс, там есть плюс, потому что на тебя работает очень много. Если ты попал к хорошему режиссеру, он тебя спасет, он тебя снимет так, это, красиво. Но я так был воспитан тогда. Я не понимал, что такое кино. Нам говорили, театр это священодействие. А кино это так, деньги. И мы так к этому относились. Правда, на курсе были, у нас получилась масса знаменитых актеров, как-то Виталий Соломин, Кононов Миша, Витя Павлов, Олег Даль, Виталий Соломин. Если бы не ранняя его смерть, не беда и несчастье, которое бывает с актерами, понимаете, бывает, потому что это очень тяжелая работа. Я думаю, вот сейчас бы он был бы очень крупным режиссером и актером. По-моему, в окольных дорогах просто нет, это не мои правила, я прямо действую. Вчера я сделал предложение вашей дочери, а теперь мне сам ты и Ваня. Но ведь это так трудно. Это такая трудность, что я попросил бы вас дать нам некоторое время пораздумать. Я полагал, что вы имели время раздумать. Нет, мне Анна Антон только сегодня сообщил. Я не об этом говорю. Я уже несколько месяцев езжу к вам в дом, и вы имели время раздумать? Нет, я ничего. не думал. Нет. Нет. Пьеса «Власть тьмы» по-толстому ставилась много раз. Как вы думаете, почему Соломин вновь обратился к этой пьесе в Малом театре? И вот не могли бы вы так кратко войти в образ вашего героя Митрича и объяснить нам его словами банковскую философию. Попробую. Вы знаете, я еще раз говорю, жизнь не меняется. Но не меняется она в чем-то. Вот абсолютно. Люди так плохо, так мало меняются. И пьеса Толстого «Власть тьмы» ну о чем она? Она о том, что? Либо мы будем любить друг друга и каяться друг перед другом и нам будет легче жить и мы сможем что-то делать. Либо мы будем накапливать деньги, что-то делать, а значит делать все то, что нас заставит жизнь и даже плохое. Митрича, я играю Митрича. Вот понимаете, вот что сказать? Вот живем в России, в многонациональной стране, но нельзя без этого. Ну нет, вы понимаете, вот как в Советском Союзе не было театра советского, вот был все-таки был грузинский, еврейский, русский, понимаете, армянский театр. Вот этот сплав национальности, оно как-то давало, понимаете, оно обогащало всех. И есть пьесы о русских, о русском крестьянстве. И играть его, понимаете, надо по-русски. А как играть по-русски, что я называю? Вот ну странная, странная такая у нас национальность, понимаете? С одной стороны доверчивость, с другой стороны дикий какой-то разгул, с третьей стороны азиатчина, которая на нас действует. Вот я, мне трудно сказать, что это такое. Но ясно, что мы работаем с сердцем, но и умом. Мой Митрич, значит, его центральный монолог такой, это о банке. Значит, ты гляди сюда, я тебе сейчас все толки найду, говорит Митрич, значит, Акиму, вот этому крестьянину, который говорит, а что ж такое банк? Он говорит, я тебе сейчас все толки найду. Значит, вот у тебя примерно денег нет, да? А у меня примерно, он говорит, весна пришла, земля пустует, сеять нечем, али податишки, что ли? Ну, в общем, вот я, значит, прихожу к тебе, да? И говорю, Аким, ну дай красненькую, ты примерно, да, видишь, что у меня есть чего потянуть, да, лошаденка или коровенка, ты говоришь, два ли, три ли рубля отдай за уважение, ну и все. А у меня осел на шее, ну нельзя обойтись. Ладно, давай десятку, беру, осенью перевер делаю, приношу. Тут другая актриса, ты погоди, вот сейчас она, я показываю на Анисию, на жену, и вот она сейчас к тому же на трафе. Понимаешь, что такое банки? Вот она, у нее деньги, ну как тебе сказать, ну примерно залежные, да? Ну ей девать некуда, или бабе делаю, но не знает, куда их пределить. Вот она, значит, приходит тоже к тебе и говорит, нельзя ли, говорит, ты на мои деньги, значит, пользу сделать, да? Ну, можно, говоришь, вот ты и ждешь. Значит, прихожу я опять на лето, да, и говорю, опять красенькую, вот ты и смекаешь, если шкура на мне еще не ворочена, еще содрать можно, ты даешь анисиные деньги, а если нет у меня ни шиша, жрать нечего, ты сейчас разметку делаешь, ну видишь, что содрать нечего, сейчас и говоришь, вступай, брат, к Богу, а изыскиваешь другого какого, и опять даешь, и свои, и анисиные, определяешь, значит, того обдираешь, вот это и есть эта самая банка. Вот так она вот кругом и ходит, понимаете, это умная вещь, что ты, это люди придумали, ой, что ты, что ты. Это абсолютно ясная система наша, современная абсолютно, что такое банк? Ну на самом деле, банкир, да, я уважаю это слово, но в принципе тот же. Берет он, он говорит, и вот этими денежками-то и облупляют народ. Понимаете? Это факт, это факт. Значит, люди получают деньги, дают их в долг и так далее, получают. Вот что такое Толстой, что такое пьеса «Власть мы». Мне поп один сказал, дьявол, он говорит, самый хвостун, вот как начал-то хвастаться, вот сейчас ты и заробейшь. А как стал робеть от людей, сейчас он беспятый-то, сейчас он и сапал тебе, сапал и попер, куда ему надо. а как не боюсь людей. Мне легко начихай ему в бороду лопатом-то. Матери его прощать. Ничего со мной не сделает. На, выкуси, да, вот. Вообще, я не знаю, вот верю я в Бога, нет, но я думаю, что есть Бог, потому что, потому что есть какое-то равновесие. Я уверен в этом. Да, все не так просто, но я вижу тысячу раз люди, которые обманули, на их детях это сказывается. Вот я просто вижу, вот я уже прожил много лет, вот в этом что-то есть. И поверьте мне, как мне кажется, от этого суда уйти трудно. Вот, оно так устроено, черт подери. Вот как ты сделал кому-то плохо, тебе это вернется. Вот вы знаете, это понимаешь только потом. Сделал добро, вернется добром. Чем лучше ты относишься к людям, тем лучше они к тебе, какие бы они ни были. Вы знаете, вот так устроен мир наш. И вот так написана эта пьеса. Вот поэтому она вечная, понимаете, она вечная, она великая, но она русская пьеса. Я все ответил вам. Спасибо. Я просто хочу, чтобы мы все вместе с вами относились к нашей жизни и весело, и серьезно. Понимаете, и жили, и по крайней мере, делали добро. Делали добро и любили. Понимаете, это самое, это самое важное. Спасибо вам большое. Спасибо.